Депутаты Джоорку Кенеша намерены создать комиссию по расследованию деятельности ГКНБ. С таким предложением на ближайшей сессии намерен выступить Кенчибек Букоев. Поводом проверить спецслужбы послужило заявление Мелиса Аспекова. Этот политический активист обвиняется в попытке насильственного захвата власти. По этому же делу вместе с ним проходит депутат Джоорку Кенеша Ханат Исаев. Также в отдельном производстве находится дело в отношении другого бывшего депутата Умурбека Бабанова. В конце прошлой недели Аспеков обратился в Генеральную прокуратуру. В своем заявлении он сообщил, что его заставили оклеветать политиков. Он утверждает, что на него оказывали давление сотрудники спецслужб и члены ОПГ. Это уже не просто повод перепроверить. Это причина поставить под сомнение все громкие дела, расследованием которых занималась ГКНБ. Так оценили заявления Мелиса Аспекова политические и общественные деятели. Напомню, он был задержан в прошлом году. В сети появилась якобы запись телефонного разговора, где упоминались имена Каната Исаева, Умурбека Бабанова и ряда других политиков в контексте того, что они готовят государственный переворот. В своем письме на имя генерального прокурора от Курбека Джамшитова Аспеков пишет, что его заставили оклеветать политиков. Поводом обращения послужило крайне возмутительное и преступное действие следователя Мамбетакунова-Нурмата, который по предварительному сговору с членами ОПГ в ходе следствия, используя служебное положение и связи в криминальном мире, оказывал психическое давление и угрозы с целью вынудить меня оговорить Каната Исаева и других политических лиц путем дачи ложных показаний. 10 октября 2017 года старший следователь ГКНБ Мамбетакунов-Нурмат под предлогом необходимости исполнения неких следственных процедур вывел меня из камеры ИВС ГКНБ, не доводя до своего служебного кабинета, завел в иное помещение, сам оставшись в коридоре. Таким образом, я остался запертым один с двумя посторонними лицами, один из которых в спортивном костюме с поломанными ушами представился родственникам известного криминального авторитета. Второй представился сотрудникам ГКНБ, при этом не показав удостоверение личности. С первой минуты беседы оба начали угрожать и ясно дали понять, что, обладая служебным положением и ресурсами в криминальном мире, в случае отказа дачи ложных показаний против Каната Исаева и других, используют свои связи в местах заключения и расправятся со мной вплоть до физической расправы. Невозможно представить, к чему привела бы эта длительная беседа с упомянутыми лицами, если бы не явился мой адвокат Шарабидин Токтосунов и не потребовал встречу со своим подзащитным. Бывший адвокат Милиса Аспекова Шарабидин Токтосунов говорит, то, что Аспеков не заговорил о давлении раньше, легко объяснимо. Написать жалобу на следователя они с подзащитным хотели сразу после инцидента. Однако сделать этого не позволили. Теперь адвокат надеется, что виновные понесут наказание. Когда Аспеков рассказал мне, что на него оказывали давление, мы тут же потребовали объяснений от следователя. Они сказали, что его вызвали в другой кабинет, и поэтому он не причастен к произошедшему. Милис Аспеков заявил, что он будет писать заявление, но следователь нам не позволил, а потом Аспекова перевели в следственный изолятор. Заявление Аспекова вызвали активные дискуссии в рядах политических деятелей. По мнению многих известных политиков, подобный исход событий был вполне предсказуем. Дело, как говорят, было явно сшито белыми нитками. И на это указывали некоторые технические особенности записи, на которые обратили внимание независимые эксперты. Кроме того, сам подход к следственным действиям вызывал подозрения опытных юристов. Ну, во-первых, после того, когда был произведен арест Канадбека Исаева и других политических деятелей и общественных деятелей, которых обвиняли якобы в том, что они пытаются совершить здесь или массовые беспорядки, или попытаться захватить власть. И вот то, что мы увидели на каналах телевизоров, значит, по телевизору о том, что там какие-то переговоры велись, ну, стало очевидно даже простым здравомыслящим людям, да, которые не разбираются вот в этих всех тонкостях оперативной работы, да, что здесь явно речь идет о провокации. И для меня это было, так скажем, своеобразным потрясением. Почему силы спецслужб используются именно для того, чтобы, значит, преследовать политические мотивы. Я понимаю, чтобы это все было реально. Но когда готовят фальсификации, это очевидно всем. И если даже просуанализ показывал, что были склейки, да, во время монтажа, монтаж был, да, значит, аудио-видеозаписи, когда закрыты судебные процессы, когда подставляются стукачи-провокаторы, да, которые там начинают что-то такое говорить. Но было очевидно, что это сделано только для того, чтобы человека посадить. Заявление Мелисса Аспекова теперь должно послужить основанием для масштабной проверки. Причем не только Генеральной прокуратурой, но и самим ГКНБ, и даже депутатами Джигурку Кенеша. На ближайшей сессии парламента ряд законодателей намерены внести предложение о пересмотре дела и проверке деятельности спецслужб. Буду предлагать комитету или во фракции создать сперва рабочую комиссию, а может далее парламентскую комиссию, чтобы разобраться по этому заявлению. Потому что у нас никто не может скрыть, что пытки у нас есть, давление особенно по политическим вопросам. И именно заявление Мелисса Аспекова о том, что были к нему в камеру не только сотрудники ГКНБ, но и члены ОПГ. Это говорит о том, что это было заказное уголовное дело, чтобы именно очернить, посадить и сделать в рамках того, что это была попытка силового захвата власти. Но мы все знаем, что такого не было. Если бы была попытка захвата власти, то митингов не миновать было. В Генеральной прокуратуре подтвердили, что заявление Мелисса Аспекова уже поступило. В ближайшее время по фактам, описанным в обращении, будет проведена проверка. Не исключено, что в ходе разбирательств будут установлены факты, которые позволят пересмотреть дела как уже на осужденных политиков, так и на тех, которые еще находятся под следствием. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Контрабанда на 30 миллионов сомов. В Джалабадской области сотрудники АКС ГКНБ перехватили партию контрабандных телефонов на 30 миллионов сомов. Товар нарушители перевозили в грузовой автомашине без соответствующих сопроводительных документов. Как выяснилось, груз пропустили сотрудники Юго-Западной таможни. Вступив в сговоры с владельцами, таможенники, как сообщает ГКНБ, оформили импортируемый товар без досмотра в зоне таможенного контроля. По результатам собранных материалов, прокуратура Оржской области возбудила уголовное дело по трем статьям. Алексей Немашкал продолжит. Эта фура, под завязку набитая так называемыми товарами народного потребления, была задержана в Джалабадской области в конце апреля. На первый взгляд, совсем непримечательный груз вызвал подозрения у сотрудников антикоррупционной службы ГКНБ. Оперативные разработки оказались более чем результативны. В куче мешков чекистам удалось отыскать незадекларированный товар, причем разительно отличавшийся от того, чем и был замаскирован. Его владельцы в обход законодательству пытались импортировать сотовые телефоны. Перехватили серый импорт сотрудники АКС. Как сообщается, стоимость контрабандного груза составила порядка 30 миллионов сомов. Выяснилось, что провернуть эту хитроумную операцию помогали таможенники. По данным Госкомитета национальной безопасности, в преступлении замешаны проверяющие работники юго-западной таможни. Дорогостоящие аппараты мировых брендов не имели никаких сопроводительных документов. Проверяющие не досмотрели намеренно. Налицо злоупотребление должностным положением и служебный подлог, говорят в ГКНБ. Установлено, что должностные лица таможенных органов, вступив в преступный сговор с владельцами товара, в нарушении таможенного законодательства оформили импортируемый товар без досмотра в зоне таможенного контроля. В ходе проведения осмотра наряду с товарами народного потребления были обнаружены незадекларированные в пустоломленном порядке мобильные телефоны разных моделей, предварительная стоимость которых составила около 30 миллионов сомов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных в статье 304, 315 и 204 уголовного кодоса Крыговской республики. Владельцы обнаруженных мобильных телефонов и прикрывающие их сотрудники таможни теперь проходят по делу о контрабанде, сразу по трем статьям. Уголовное дело по собранным доказательствам возбудила прокуратура Оржской области. Поиск предполагаемых сообщников, в том числе и с числа должностных лиц, продолжается. Алексей Немашкал, Рахат Дженебекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Мэрия города Ож стала фигурантом уголовного дела. Муниципалитет, как сообщает Ожская прокуратура, в декабре прошлого года незаконно выдала госакт о праве частной собственности и свидетельство о праве временного пользования на земельной участке водоохранной зоны реки Акбура. Так, частному лицу передано 1300 квадратных метров в собственность и 1900 квадратных метров в аренду. По данному факту, надзорным органам города Ож возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии города Ож и Ожского городского управления госрегистра по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог» и «Нарушение земельного законодательства». Уголовное дело передано для организации расследования. Это были все события к этому часу. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 20.30 и в 21.30. НТС покажет.